Фотовызов Северному полюсу. Уникальная выставка разместилась на одной из улиц Ставрополя. Анна Курбатова о тех, кто вышел навстречу ледяным ветрам. 14 стендов, ровно 28 снимков. Все это уникальные фотофакты с вершины земли Северного полюса. На них наглядно Арктика сурова, как и сто лет назад. Этот крошечный фрагмент на карте – земля. Все остальное дрейфующие льдины и невидимые под снегом полыньи. Наш Кавказ всегда любил покорять высоты. И эта высота тоже поковарилась нашему земляку. После официального открытия выставки – фотоэкскурс на Северный полюс. Это потрясающий снимок, потому что это луна. Проводит известный путешественник Дмитрий Шпаро. Это его экспедиция первой в мире в 1979-м добралась до Северного полюса на лыжах. Вот и в этот раз он, а теперь еще и семеро школьников, в ледяной пустыне. Впервые в экспедиции из Ставрополец. Вообще у нас первый раз в Южный Редион. Понимаете, когда к нам попал человек из Ставрополец, мы на самом деле были все страшно удивлены. Потому что для того один из критериев все-таки стоит в том, чтобы человек мог стоять на лыжах. Что не попало в фотообъектив на этих видеозаписях. Российская команда – это победители Олимпиад со всей страны. Привыкшие к победам академическим в этот раз проходят испытания физические. С собой лыжи впереди 100 километров. На экспедицию неделя. И вот вершина земли взята. На полюсе водрузили российский триколор, знамя победы и флаги семи регионов. Ставропольский нес сейчас уже студент Виталий Гаспарян. Был дрейф. То есть мы могли, например, заночевать в одном месте, проснуться в пяти километрах в другом месте. Здесь же достает телефон. В нем всего 632 полярных снимка. Как шли по дрейфующим льдинам, узнавали, что снег может быть горьким. И как уже после готовили праздничный полярный ужин. Яйца все разбили, распасывали по пакетикам, положили в контейнер. Правда, они уже когда пришли на Северный полюс, все были в ледяном состоянии. Но на сковороде это все было очень аппетитно. Здесь же фото и кругосветного путешествия за минуту. Хоровод вокруг земной оси, где пересекаются все 360 меридиана своего рода ритуал. Теперь эти снимки и история, а новые уже через год. В апреле очередная девятая экспедиция. Не исключено, что в полярной команде вновь окажутся и путешественники из Ставропольского края. Анна Курбатова, Сергей Шейченко, Вести, Ставрополь.